Вот все собрались, бах, это община. Глеб Владимирович говорил там за экономику, тоже прекрасные вещи. Это что именно касается, ну как бы, земной жизни, да? Ну, есть духовная у нас, мы верующие, духовная земная жизнь. Духовная, понятно, на первом месте, но и зиму мы тоже не оставляем. Хотел выразить, в первую очередь, благодарность отцу Владимиру за то, что пригласили. Я здесь первый раз, мы с семьей вообще приехали. Для этого видели только по телевизору, потом, когда увидели его, только, о, он вроде был там маленький, такой большой. Поэтому и говорят, в телевизоре все ложь. Но, как-то у него это даже непонятно. Значит, я вырос в Новосибирске, и семь лет назад мы переехали в деревню Алтайского края, Мамонтовского района, это поселок Потеряевка. Это, я вернулся к своим корням. Ну вот, значит, там жила моя бабушка по маме, вот, мама моя выросла, соответственно, вся ее семья там. Я потомственный старобрядец. Старобрядцы Белокоренинского согласия, у нас митрополит Корнелий, в Москве на Нарогорском кладбище. Значит, это по отцу. По матери они были беспоповцы. Вот, и они потом тоже в свое время, значит, перешли в церковь. Вот, покрестились там, завершились. Мы жили вот так же в городе, и потом однажды, как-то, не знаю, пришел какой-то кризис, что ли, как-то все такие ситуации жизни сложились в одну линию, что я прихожу однажды жене и говорю, слушай, давай уедем в деревню. Вопрос выбора не стоял, куда я поеду. Например, Горный Алтай, ну, может быть, там красивее. Красивее, да, там горы, река, лес, там все. У нас лесостепной Алтай, как бы степ, рек нету, там озера, комары. Но там, значит, была создана община. По крайней мере, в том понимании, в каком ее понимали те, кто создавали. Потому что я уже здесь два дня, я общаюсь там с Глебом Владимировичем, и понимаю, что как многого мы не знаем, и что в этом мире все немножко не так, как мы представляем себе или представляли. Все правильно. Мы строим все какие-то иллюзии там и так далее. Но, а давайте договорю потом. Значит, важно при всем вот этом вот было иметь огромное желание. Жена меня поддержала. Поддержала сразу, да? Поддержала сразу, говорю, а хотя она полностью квартирный человек. Но я-то в частном доме жил. И мало того, что, почему именно, я говорю, выбор не стоял куда. Потому что я, это моя малая родина, я приезжал на каникулы летние, зимние, значит, немножко об этой деревне. Она была основана в 1818 году. Переселялись отсюда люди, там вот, да, вот эта история переселения, там, в Сибирь, вот. И называется, назвали ее по первым людям, там, потеряй вы. Вот. Приехали, не вот так вот, потеряевка название. Значит, все, в 70-х годах, в 1970-м оно прекратилось существование, потому что политика партии было, укрупнение сел, то и закрывали школу, все, все разбегались, ну, как обычно. Вот. И там, ну, то ли, говорят, по стране, там, 21 тысяча сел, что ли, ну, просто как бы исчезло в то время. И, значит, два моих родственника по маминой линии принимают решение. А как бы даже не восстановить ее, они говорят, просто, у нас было желание просто приехать там к себе на родину и просто там какие-то дома построить и жить. Вот. Ну, родина там все. А потом стали прийти какие-то люди, видать, помогать. Потом, видать, кто-то еще приехал, а можно тут с вами жить. Ну, и возник вопрос, чтобы это оформить нормально. То есть в 90-е годы, когда все было тяжело, когда все разваливалось, они добились статуса деревни, что, ну, это очень важно. Если нет статуса, тебе никто школу не разрешит. Там совсем ничего не было? Нет, а вообще, родственники когда? В 91-м году. В 91-м году. В этом году мы справили 30 лет существования. Это было возрождение. Возрождение. Как? Это было голод. Да, я помню ребенка. Не знаю, сколько мне там было. Лет 7, наверное, вот я приехал, и мне оказалась такая вот трава. Почему-то она вот такая. То есть там была просто трава. Все, там комары были. Как это? Поставили первую палатку там. То есть, да, это, наверное, надо иметь такой, какой-то энтузиазм, да, там, ну, я не знаю, даже в то время. А сейчас, наверное, еще тяжелее, когда, хотя, может быть, не так. Ну, типа, есть благо, и вот там вырываться оттуда. Может быть, для некоторых это, ну, такой серьезный вопрос. Ну, вот. Значит, 30 лет уже мы отпраздновали, все, и я, значит, жене сказал, она поддержала меня, все, говорит, ну, поехали. Вот. Мы люди верующие, естественно, родился первый ребенок у меня, и, как бы, вот такие слова, что отец Владимир говорил, о других людей я слышал, но не надо, может быть, в прямом смысле понимать, что все, родился ребенок, и запомни, твоя жизнь личная прекратилась, и теперь ты все для ребенка. Ну, тут надо тоже, надо во всем, как бы, иметь золотую грань. Вот, например, апостол Петр, да, говорит, в милосердии покажите рассудительность. Ну, какой смысл ты отдаешь, ты конкретно видишь алкашу, и ты там отдаешь эти деньги, то есть ты потом еще за эти деньги будешь перед Богом отвечать, то есть везде нужна рассудительность, там золотая середина. Вот, и, как бы, так же, так же и здесь. Значит, ради ребенка, как, ради его будущего, там, я понимал, что там община, ну, в том понимании, в котором там было, верующих людей, вот, что мой ребенок будет там расти, у нас школа, с нашими учителями, школа государственного, соседней деревни, государственная школа, и мы, как бы, к ней относимся, то есть в тех журналах, наши учителя, ученики там, то есть мы даже не филиал, вот, но учителя наши, верующие, соответственно, у нас школа, физически отдельно, там, в помещении, все, предлагали даже филиал открыть, но, там, это, финансовые затраты определенные, в общем, вот, как бы, ну, зачем, потому что, учителя относятся к этой школе, а нашим учителям полную, там, как это, часы, там, или квоту, там, не дают, то есть вроде как зарплата в урезанном виде, и вроде мы им как там что-то мешаем, там, больше зарабатывать, или что, я не знаю, эту кухню, ну, сейчас у нас обучение такое, мы, как бы, договор такой заполняем, там, как это, полу, очно-заочно, часть предметов ведет, там, например, моя жена, там, рисование, там, да, какие-то неважные, ну, и часть предметов, которые важны, наш учебник, я имею в виду, по сравнению, как бы, с математикой, там, все-таки, ну, понятно, специалисты у нас, у нас, учителя специалисты, как это, высшего, там, первого класса, вот, и, слава богу, значит, было свое время, когда вот туда приезжали люди, тоже, много ребятишек в школе, там, что-то до 25, что-то, в разных классах, получается так, что у нас ребятишек мало в школе, это как индивидуальное обучение, и вот, власти районные, мы ведь вас терпим, потому что ваши дети, ну, когда заканчивают, тут недавно, только на весь район, наши с красными дипломами закончены, то есть, экзамены-то все, и в этом сдают в районе, то есть, не просто там здесь, а как на общих основаниях, вот, соответственно, я когда ехал, было представление, как мы там будем жить, выяснил меня, ну, я там в городе, там, не знаю, громкие слова, наверное, бизнес, там был какой-то там, сначала салон реставрации подушек открыл, там интернет-магазин, Тир, там, жене фотостудию открыли, может, мелочи такие, вот, ну, как бы, был какой-то опыт, вот, а потом, есть такой товарищ, стерлингов, который, которому мне понравилась одна идея, что, что вы там сидите в этих коробочках, значит, приезжайте на землю, разводите свое хозяйство, излишки там продавайте, вот, я понимал, что, ну, отдавал себе четко отчет, что я не буду там булку по 800 рублей продать, мне некому, у меня нет таких друзей, но, я буду натуральный продукт продавать куда-то как-то, вот, и этим зарабатывать, и самый главный вопрос, который, например, городские, вот сейчас встречаешь, говорит, а как вы там живете, на что, ну, то есть, даже понимание, ну, естественно, нет, вот, если на них не обижаюсь, я говорю, а вот меня сейчас интересует вопрос, не сколько ты зарабатываешь, а сколько у тебя остается в кармане, после того, как ты, ну, там, 30 заработал, он говорит, ну, тысячи, я говорю, ну, вот, так и я, ну, утрировано все, и я эту тысячу зарабатываю, ну, ты их заработал, как там один, тоже вроде получает, я, говорит, получил деньги, передал их дальше, вот, а я говорю, то есть, уменьшение расходов там, это твои доходы, вот, ну, это как один из инструментов, то есть, не то, чтобы, вот, как бы, в прямом смысле жить на этом, вот, но опять же, помимо всего прочего, занимаясь, живя на земле, то есть, как Столыпин, да, говорил, земля несет нравственное начало, то есть, ты учишь детей, вот, есть такой Джастас, там, кто-то знает, ну, блогер такой, американец приехал сюда, вот, и он говорит, я хочу, чтобы работа моя, и дети были мои при мне, какая ситуация в городах сейчас, отец, ну, так выстроена система, что жена сидит дома, отец пашет с утра до вечера, или жена тоже где-то работает, ну, невозможно, да, как бы, там, одному, например, это, а дети, детей воспитывают чужая тетя, вот, или они там воспитываются, там, кем-то, там, этой системой, там, телефонами, там, двором, сегодня, ну, очень правильно, именно жить в общине, вот, если, конечно, ее еще грамотно, вот так выстроить, как вот, Игорь Владимирович сказал, то есть, ну, это вообще супер, это вот как бы так и должно быть, вот, то есть, в общине именно живешь не так, как вот, знаете, там, например, мой дед, там, вот они типа колхозы, и он работал, там, за эти палочки, трудодни, там, когда у них все отобрали, нет, то есть, у тебя есть силы на две коровы, у меня, там, на три, этот держит, там, две козы, никто никому не лезет, то есть, у каждого свой, как бы, капитал, что ли, вот, но, так, чтобы, понятно, чтобы ты работал, чтобы ты, вот, тоже один из элементов, что там, общинники, раз, там, взяли и сложили, чтобы у тебя была такая возможность сложиться, помочь кому-то, там, еще что-то, какой-то общий фонд организовать, вот, ну, что еще, опыта, как такового, у меня не было, потому что я, все-таки, тоже городской, у нас не было, там, своей недвижимости, мы жили на квартире, поэтому, как бы, все было просто, нам не за что там держаться, в городе, вот, ну, взяли и все просто переехали, вот, жили там, строили дом, сейчас вот, слава богу, построили там, вот, я, опять же, громко сказать, ну, произвожу там натуральную продукцию, там, какие-то излишки, в небольших объемах продают, там, есть какие-то планы, вот, но, что главное, вот, в общении, конечно, в первую очередь, как для нас, для верующих, ускрепляющие, да, какие-то части, конечно, веры в бога, вот, поначалу, те, кто создавал это все, у них было, ну, там, где-то записано, не помню, что, такая фраза, желательно, чтобы, ну, если те, кто приезжает, желательно, чтобы это были православные, желать подобным себе, это не желательно, это главное, почему, потому что, ну, я православный, нас объединяет, там, в субботу, храм, надо, на вечернюю, там, утром, да, все, там, посты какие-то, будь жить на суммане, то есть, все, у него уже другой распорядок, уже пойдет какая-то трещина, какой-то, поэтому, ну, пускай эти люди, там, живут где-то отдельно, или, там, какой-то там, баптийский сектант, например, то есть, все-таки лучше, чтобы вы были люди одного духа, вот, вера в Бога, и вот, что есть у нас, что есть у нас, это устав, устав, значит, деревенский устав, который, как бы, регламентирует нашу жизнь деревней, вот, у нас есть там, у нас, как бы, две общины, есть церковная община, у нас там есть храм, храм, ну, как бы, сейчас он на московской патриархии, получается, принадлежит, есть церковная община, к которой я не отношусь, вот, есть деревенская община, у нас полдеревня, там, получается, мои родители, там, они тоже, как бы, скороблятся, в любом клубе, да, детская часть больше, а с высотой меньше, да, 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 и можно заказать, а какое количество примерно, тех и тех? верующих потеряет, кинетки, это закреплено уставом церковной общины, да? церковной, церковной, да, вроде, вроде, да, да, я сейчас это здесь искал, но это нет, это деревенская, да, я знаю, дают десятину, вот, дают, я просто, что я хочу сказать про десятину, я тоже, честно сказать, буквально недавно, ну, мне там 38 лет, то есть, нас вот так вот воспитывали, в плане, чтобы десятину платить, ни разу это не послужило каким-то, минусом в моей жизни, платить кому, в смысле, ну, как-то мы привыкли именно, ну, то есть, батюшке, вот у меня есть там церковь, там, я вот плачу туда, то есть, это не мое дело, как он воспользуется, вот, некоторые люди говорят, что, да, ну, я этому папу там понесу, ты че там, смотри, вот он на Мерсе, но у меня вопрос, а зачем ты этому-то несешь, то есть, ну, ты найди себе какого-нибудь такого, строгоого, который там, с тебя там, как говорится, стружку спустит, если как бы, мы говорим о духовных вещах, мы желаем спасения, вот, и принеси, отдай ему, или реально какая-то деревенская, захудала церковушка, там, батюшка бедный бьется, там, что-то как-то, ну, пойди вот этому отдай, вот, но это уже частные вопросы, и когда я читал, например, начал читать там книжки, ну, мне это было интересно, там, западных, тоже бизнесменов, там, все, ну, и оказалось, что вот они все платят десятину, ну, там, все богатеют, это должен быть так, там, столько процентов мы инвестируем обязательно, столько процентов мы откладываем в накопительную часть, и вот 10 процентов, значит, ты должен отдавать на благотворительность, типа там, вот Рокфеллеры, там, все это делали, ну, они-то, может быть, не в храм, но даже они, даже они, ну, они понимали, что, там, по ветхому, за ветхому, не по ветхому. Рокфеллер был баптистом старше, ну, ну, очень много трактов. Нет, я понимаю, что они раньше верующие были. Прямо он на свою общину давал десятину. Они раньше все, они раньше все были верующие. Рокфеллер баптист, он верующий, он не какой-то там же домосцов. Да, да, до 60-го года, или как-то, они были там, сильно такие семьи, там, у них дети были, все, они, они уроки, говорят, с молитвы начинали, все, потом все это отменили. Я говорю к тому, что, это нисколько не повредило, например, моей жизни, то есть, а наоборот, платишь десятину, и там, ну, у тебя там умножается как-то. Это вот так же, как вот, ну, в детстве там всякое бывало. Соответственно, еще насекомым пожирать плоды, да, болезни не озаривали. Ну, как бы, да, на счет денег, что там, я говорю, там бывало где-то там, ну, что-то воровали же там, в детстве все равно. Вот, а сейчас детей учу, что, и в жизни я говорю, вот своруешь, например, 10 рублей, Бог-то видит, ладно, там тебе, ну, мы там не видим, еще там у кого-то своровал, потеряешь, говорю, 100 рублей, то есть гораздо больше Господь накажет. Вот, ну, такими простыми языками пытаюсь как бы детям объяснить, что не надо этого делать. Вот, так же и насчет десятины. Ну, и насчет других вопросов, которые вот Максим говорил, просто, как бы, наподумать очень хорошо. Итак, есть у нас устав, который регламентирует, я не буду, наверное, весь зачитывать, вот, когда у нас, то есть община, ты приезжаешь туда, например, тебе понравилось это место, и деревенское собрание, и вот там, ну, меня, как бы, понятно, знали все, потому что я участвовал в возрождении этой деревни, ну, там, будучи пацаном, мы там все это помогали, значит, ее восстанавливали, ну, там, мои родственники, там, и, грубо сказать, полстраны добровольцев, вот, в то время, потому что там приезжали многие за спаси Христос, там, вообще, там такой труд был, саман этот лепить, то есть, ну, весьма-весьма там сложно, ну, с Божьей помощью все это, и школа вот была, то есть, она как бы сейчас есть, все это есть, а в соседней деревне пытался построить такой же мирок, там, человек с деньгами, вот, 90-е годы, параллельно нашим, он там сразу дома там настроил, значит, у него там, ну, какие-то деньги были реально, что-то в это, но, это были люди, ну, обычные, мирские, без Бога, там началась пьянь, воровство, и все там, все это разбежалось, вот, и естественно им, ну, как не то, что естественно, они не смогли добиться разрешения на статус, вот, ну, как бы думай, как хочешь, да, там вот, нашим, слава Богу, дали, там, а этим нет. Ваша община увеличивается, беременство, и как часто, или уменьшается, а это, я понял, это, задайте вопрос, сейчас вот закончу, задайте, ладно, значит, да, 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 еще раз, ну, смотрите, вот, такой интересный, значит, здесь 41 пункт, вот, которые, со временем, не меняли, но, немножко дополнили, ну, потому что, время идет, и какие-то жизненные ситуации заставляют, ну, там, как-то, по-новому немножко сделать, да, и вот, ну, как-то это прописать, значит, вот такой интересный пункт, неженатых и незамужних людей, в том числе, разведенных, запрещается принимать деревню общины, остальные случаи рассматриваются в индивидуальном порядке, неженатых и незамужних, вот, секта, почему, значит, да, секта, было время, когда, сначала принимали, принимали всех, чем это вызвано, тем, что, вот даже я там, ну, молодой, да, приехала семья, естественно, то есть, я тоже делаю упор именно на молодых с семьей, но это будущее, ну, приехали, например, пенсионеры, это мои родители, ну, 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 как бы понятно, вот, это хорошо, что, тем более, мои родители, они живут, помогают, но они, они как бы уже, будущее в каком-то плане, что они мудростью там, и помощью какой-то, вот, но все-таки будущее мы в детях видим, а почему не женат или там один, потому что один, ты ничем не связан, ты приехал, там пожил, там бзыкнул и уехал, понимаешь, то есть, где-то выражение такое есть, что вот один, типа, как волк, там, туда-сюда, там, то есть, а ты с семьей, все, уже, ну, как бы, может, какие-то уже, как бы, более какая-то ответственная, во-первых, что ты женился или замуж вышел, там, не знаю, это уже какая-то ответственность, вот, а ты один, я говорю, никакой ответственности на легке, там, вот, поэтому было принято, чтобы именно женатых туда брать, то есть, если мы говорим о будущем, значит, члены деревенской общины не должны выполнять обычную работу в воскресные дни и в двунадесятые праздники, это же касается всех, кто приезжает в гости сюда, то есть, ты ответственный за своих гостей, которые приехали, соответственно, так, самая такая легкая заповедь, вообще легкая, воскресный день, да просто посиди, не работай, сходи за ягоду, с семьей там, не знаю, куда-то сходи, там, у нас тоже, у нас по воскресеньям занятия, Слово Божие, проходит там час, вот, там, позанимался, не знаю, пообщайся, в гости сходи, а в соседних деревнях, вот, я смотрю, ну, не то, что смешно, опять же, это может грубо сказать, что, наверное, грубо, да, или в кавычках возьмите слово, это проклятие какое-то, вот безбожное такое, они трудятся всю неделю, и воскресенье тоже, я бы, нет, прошу прощения, ребят, старик, пенсионер, сидит шесть дней, спиди, день в субботу, воскресенье, пора выскать, и начинать мести, вот, и начинать мести, и в итоге смотришь на них, а там Божьего благословения-то нету, как-то странно, то есть, а раньше, вот особенно в Ветхом Завете, там, там, и благословил его Господь, и у него там было, там, сегодня там благослови Господь, у меня выросла капуста, ее там не сожрала, там, я не знаю, гусеница какая-то, вот даже в таких вещах, или там еще какой-то, в каких-то делах, которых ты бы так не сделал бы, а вот раз, Бог помогает, и ты делаешь. Значит, ну, понятно там, все это было, значит, записано, в том числе из опыта, потому что, девяносто первый год, вот это все начиналось, знаете, когда, когда взять было неч, ниоткуда нечего, когда рассчитывались бутылками, там, а не деньгами, это рассчитываться спиртным, за проделанную работу, или добытую вещь, вот, очень хороший такой пункт, никакие работы, там, здорово, скотоводственного, для посторонних лиц, на территории деревни, не разрешается, опять же, из опыта, приезжали там дядьки, такие крутые, там, слушай, давайте мы тут это, будем, короче, ну, там, деньги даем, все, табак выращивать, вы будете там, что, на плантациях, все, будете у вас тут рабочие места, все, то есть, нам это не надо, именно от чужих, то есть, свои, да, пожалуйста, вот, потому что, ты резко становишься в зависимости, ну, там, тем более, табак, это вообще, ну, они там, например, не табак, там, все на ферму, там, еще что-то, вот, значит, ну, детей весьма учить, желательно, в самой потеряевке верующим, вот, это все понятно, значит, категорически запрещать, на святой дереве, включать, там, весовскую музыку, вот, утвержденный кем? Наверное, это было, вот, тогда, то есть, тут написано, рок и прочую заразу духовную, рок и прочую заразу духовную, да, значит, что каждый должен следить, не только, там, за своим домом, у нас вообще, у нас такая жизнь интересная, мы, как бы, на острове живем, 16 километров до асфальта, трасса, в общем, до Барнаула, 150 километров, большой город у нас, как-то столица Алтая, вот, и, пока дорога сухая, как бы, мы ездим, как по асфальту, все нормально, но, например, там прошел сильный дождь, и все, ты не можешь выехать, ждешь, пока эта дорога просохнет, зимой дорог вообще нет, вот, железная дорога проходит, 4 километра, поезд останавливается, там, одно время закрывали, мы добились, чтобы открыли, все, ну, мы ездим на снегоходы, до соседней деревни приехал на снегоходе, значит, оставил его, пересел на машину, там, у знакомых людей, и там, сезал, дела порешал, потом таким же макаром домой вернулся, то есть, если говорить о том, что, ой, да как там, ну, где-то в деревне жить, там, там же нету магазинов, там, аптек, там, не знаю, что, а как вам скорая проедет? Вот, ну, честно, я говорю, 30 лет, и как-то не было ни разу такого, чтобы, а, там, скорая нужна, как вам проехать? Опять, я все это говорю, что, в том, как бы, в большей мере надеемся на Бога, а были всякие ситуации, ноги ломали, там, еще что-то, там, ну, как-то получалось, там, не знаю, заболел, там, если, там, чувствуешь сильно, там, вовремя тебя отвезли, там, или еще что-то, то есть, как-то Бог все устраивает, что, опять же, если ты надеешься на Него, вот, ну, это и в Библии мы из примеров видим, поэтому у нас жизнь, там, как бы, островная, и когда кто-то в летний период, раз, увидел чужую машину, сразу, там, а у нас, там, какие могут быть гости, только наркоманы и воры, наркоманы за коноплей приезжают, и воры приезжают воровать, коноплю не делите еще? Нет. А охоту у вас там охочетесь? А охоты у нас там нет, как таковой, а люди говорят там, а правда говорят, что вы там коноплю выращиваете на веревке? Про нас говорят просто так в огороде выращивать. А это значит у вас конопля есть? Не, какая-то дикое растет, но тем более мы видели, что... ну, давайте поподробнее. Заинтересовало всех, давай, расскажите. Вот, поэтому, даже там, вы... Вы, не, отношения не имеете. Приезжаем, они ее просто охраняют. Бизнес-идею уже подкинули. Неожиданно всплыло. Увидел какую-то машину, даже записал там номер, там, или там остановил, здравствуйте, вы там заблудились, еще что-то. Вот, были, я говорю, воры, которых мы даже ловили, там, милиция приезжала, там, все это было. Вот, ну, слава Богу, как-то сейчас, ну, как-то поспокойнее уже, года два-три, потому что живем с соседними деревнями, вот, и, естественно, там, люди не прочь приехать сюда. Еще один такой важный момент, в Библии, помните, когда Иисус Новин, после Моисея, пошел захватывать землю, значит, сразу два таких момента скажу, ну, для тех, например, кто там хочет переехать. как бы, да вот, как-то вот, не знаю, как-то вот боимся, вот, Бог ему сказал, Иисусу Новину, говорит, будь тверд и мужествен, там, за тобой пойдет народ, то есть, ты, ты должен быть смелым, ну, понятно, смелым не в плане, что там, а, все, мы там завтра уезжаем, ну, сегодня все образованные, все там как-то просчитать, там, как-то еще что-то, но смелость, смелость и желание, прям, огромное желание, это, как бы, важный был фактор, потому что я там другим говорил, на примерах, я говорю, ну, тебе дадут миллион, например, а если у тебя нету желания, ты никогда туда не поедешь, вот, или там, например, тебе дали миллион, ты такой, ну, ладно, я поеду там, ну, поехал там, через год проел его, потому что не было желания дальше развиваться, или ты начал развиваться, ну, ты не смог, не хватило там чего-то, вот, есть и такой процент, вот, и, значит, ну, к примеру, Иисус Новин, когда пошел, захватывать, то Бог говорит, пойдите, уничтожьте тот народ, потому что они живут беспечно, вот, получается, жить беспечно, ну, это вообще никак в глазах Бога, и об этом, да, и об этом тоже, и, ну, это такой человеческий фактор, с которым приходится бороться постоянно, вот, то есть там, бросил здесь, тут не закрыл, а теперь вопрос, а что воры так к вам ездят, ну, так потому что знают, что тут такие живут, тратозеи там, понимаешь, не прочь там прийти, там, слить соляру, например, и уже несколько раз сливал, и его не ловили, нормально, вот, и беспечность, это, ну, это страшно на самом деле, что, если Господь народы уничтожал, там, цивилизация за беспечность, ну, и здесь можно тоже чем-то поплатиться, вот, значит, дальше давайте, даже так, даже на самое короткое время, отъезжающим просить у священника совета благословения в путь, там, не самовластвовать, то есть, всегда мы, когда куда-то уезжаем, там, батюшку звоним, там, благословите, вот, там, поехал туда-то, ну, это как бы, чтобы, во-первых, знали, ну, сейчас уже у нас средства, там, тоже есть группа, там, ватсапе, например, так, я поехал там туда, ну, и кто-то, купи мне там вот это, купи мне это, вот, то есть, это необходимо, потому что мы живем в такой местности, и не каждый имеет возможность выбраться, а там, ну, что человек заболел, например, или еще что-то нужно, вот, про деревенское собрание, что значит, как оно собирается проводить два раза в год, общее деревенское собрание, не подчиняешься уставу всему предупреждается, и после трех грубых дерзких нарушений исключается, то есть, ты, когда входишь в деревенскую общину, то есть, ты там, как бы подписываешь такой документ, ну, как бы, что я согласен, что я прочитал вот этот устав, я не против, я согласен его исполнять, вот, ну, соответственно, ты должен его соблюдать тоже, и там, требовать соблюдения его от других. А при исключении, ну, ты исключили меня, ничего, ничего теряешь? Знаете, как бы, опять же, просто немножко издалека, вот, неверующие люди, вот так вот видят православного, и очень сильно соблазняются, почему, потому что, ну, вы же православные, вот, так а ты, а я говорю, слушай, ну, давай так, мы те же кости и плоть, вот, только мы выбрали себе такой путь, что мы боремся с грехами, вот, боремся, и как бы идем вот туда, вот, вот наш путь, вот, и поэтому у нас тоже, я почему так нашел издалека, что в нашей идее тоже было всякое, всякое было, там, и пили, там, и там, чего только не было, вот, и, например, когда человек этого исключали, за грех, например, естественно, ну, а естественно, он виноватый, то есть, ну, и он там себе жизни не представил, он просто уезжал, вот, и это исключение были только чисто вот из-за каких-то грехов, лично на моей памяти. Ну, то есть, у человека жилье какое-то есть, правильно? Он там живет. Ну, да, жилье. Купил дом. Да, да, купил дом. Да. А если его исключают из общины, он должен уехать и потерять? Или же... Я просто расскажу, как это было, в том плане, что, да, люди уезжали там, ну, продавали там все и уезжали. А кому задавал? Должен, минутка дополнения. Если, это вообще на юридическое лицо, став зарегистрированным в Министерстве юстиции. Это вы про кого говорите? Про себя. про себя, ага. А вот это просто нет... Значит, смотрите, да, на первоначальном этапе они зарегистрировали это в юстиции, вот, да, на первоначальном этапе, вот, ну, шло время, то есть, там приходит же время какое-то, ты должен делать перерегистрацию опять, вот, ну, потом, короче, этим никто не занимался, и все, да. Это осталось чисто, ну, так сказать, на добровольных таких началах, ты вот приезжаешь сюда, там... По факту, нет, по факту нет, нет, по факту нет, но я просто говорю, то, что было, а вот таких вот, чтобы там, ну, что-то бы там, на тебя бы, что-нибудь в это, и вот, все, там, уезжай, ну, просто таких случаев не было, я говорю, просто были случаи каких-то вот таких, там, грехов, которые там, например, человек уже, ну, просто уже там, уж сколько было предупреждений, увещеваний, там, ну, чего только не было, то есть, ну, все, вот, ну, об этом, там, человек, например, переехал в соседнюю деревню, живет, как ему хочется, вот. Это понятно, но все-таки, это на сегодняшний день, пожелание, а не обязательно, для того, кто это нарушил, он может воспротивиться, и нигде, как бы, не будет. Да, юридически так, ну, поскольку мы люди верующие, мы, как бы, обращаем, ну, как бы, на твою совесть, что ли там, или тем более, ну, ты же, ты же это подписывал, ты был согласен, когда сюда. нет, 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 если в таком, ну, в полном плане, там говорить, то есть, тут написаны, значит, даже вот по внешнему виду, значит, сейчас это я подробнее объясню, обязательно всем жителям, в скобочках, мужчинам, всегда носить пояс, рубаху на выпуск, как принято у русских, и не подражать в одежде иноземцам. Ну, еще раз повторюсь, это так понимали в то время, ну, те, кто это основывал, почему? Потому что, они были, из киржаков-старобрядцев. Ну, я не буду говорить, кто такие старобрядцы, вы там сами посмотрите, ну, вот нам причем, они отличались там одно, от новобрядцев всегда, то есть, у них был всегда порядок, вот, во всем, то есть, даже там, ой, ну, в каких-то, и вот, в общественных делах, и там на богослужении, там, что там у них, там, слева женщины, справа мужчины, стояли какие-то смотрящие, которые смотрели там за детьми, чтобы вот, как бы, все это было. вот такой пример, ну, как, там, старобрядческого порядка, у кого есть носовой платок? Носовой платок у кого есть? У нас есть? Вот, то есть, это, ну, как бы, нет, это дело спасения никакого не имеет, я просто говорю, сейчас за порядок, вот, ну, принято, да, и вот, как бы, всегда-то ходили, предание старцев, да, предание старцев, то есть, никто не говорит, но это нисколько там, не вредит, где-то мне там что-то у меня случилось, я там не вот так вот делаю там, вот, а взял поточек там или еще что-то? Обратно что? Обратно что? Обратно что? А? А, не понял. Вот, поэтому и, как бы, решили так, что вот под поиском, что это, потому что, когда это все основывалось, была такая фраза, что мы основываем жизнь, создаем поселок, значит, основанный на русских, старинных, благочестивых, православных обычаях, ну, то есть, а русские, как они, они всегда под поиском, там, вот, на картинах, там, или где, Лев Толстой, там, то есть, всегда ходили под поиском, вот, то есть, мужчины, как бы, вот, в таком виде, должны быть, значит, было такое, что, поскольку в зимнее время у нас нету дорог, как-то было такое, что люди без разрешения пытались приехать, они где-то ехали, выходили не на тех станциях и там погибали, ну, вышел ты не какой-то, не на той станции, и там чисто поле, мороз, ветер, все, погиб, вот, поэтому здесь пункт такой, значит, в зимнее время почти прекратить звать сюда людей, вот, дабы в пургу не погиб, там, кто-то в степи, теперь, если кто в зимнее время приезжает, то есть, естественно, только там по приглашению, ты едешь, встречаешь, там, и так далее, ну, это наша особенность, скотина не должна бродить по деревне, огородам, ни зимой, ни летом, ну, вот такой, вот такой пункт, я во многих деревнях знаю, есть такое, у них тоже, смотришь, скотина не бродит, ну, вот, есть на уровне, там, типа, если будет бродить, мы там вас оштрафуем, там, еще как-то, запрещается брать под проценты ни у государственного, тем более, там, ну, как раньше было, я говорю, тут немножко с акцентом 90-го, там, всякие мафиози, там, могли тебе дать, понятно, чтобы они там не включили, там, счетчик какой-то, не приехали, там, не все, не разгромили, и так далее, поэтому запретили просто, то есть, либо ты берешь у кого-то, у родственников, там, и так далее, вот, ну, лучше вообще не брать, там, старайся как-то, ну, как-то жизнь так не получается, чтобы не занять, там, где-то что-то как-то, но кредитов, слава богу, нету, именно в банках, там, желательно добросовестно рассчитываться, добросовестно за проделанную работу, беречь окружающую среду, там, разливать мазут, там, еще что-то, вот, где ставить дом, хозяйственные объекты, какие деревья срубать можно, все по разрешению староста деревенского совета, то есть, есть староста, есть деревенский совет, ну, и потом деревенское собрание. А как получается староста деревенского совета? Староста во главе деревенского совета, то есть, ну, сейчас у нас там 4 человека, то есть, деревенский совет, в смысле, староста входит туда, деревенский совет 4 человека, староста и батюшка. А как они берутся, откуда? Откуда? Ну, батюшка, это понятно, вот. Батюшкой тоже вопросы будут задать, но пока, не, подожди, давайте пока староста. Староста, староста на самом деле, самого основания у нас один пока, вот, но уже здесь внесли, что старостой может быть человек тот, кто прожил там 5 лет, то есть, вот такой вот 5 лет, потому что, ну, ты прожил... Это как-то и бирать. Мне какие-то спрошли, я говорю, я теперь у вас здесь староста. Нет, 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 у нас выбирается, выбирается, обязательно выбирается там, не знаю, как это должна быть причина, наверное, какие-то там причины, А деревенский совет? Деревенский совет выбирается деревенским собранием. То есть, деревенский совет выбирается? так скажем. тоже высказать там какое-то свое мнение, пожалуйста, мы же тут как бы общаемся, вот, это есть, но... В совете. Как? В совете. В совете, вот только мужики у нас. Есть такой пункт, что ты, например, живешь там, и пока ты год не прожил, ты не имеешь права участвовать в голосовании. Еще одно сито. Да. Вот, потому что целый год, ну, ты живешь, просто учишься, смотришь, как-то, что вообще, что тут происходит. Так, вплоть до того, что дети, значит, приучать детей приветствовать старших, там, и так далее. Прям, прям, пункт такой. Да, да, дети, дети, да, приучаются чтить старших, приветствуя всех христианским приветствием, Христос Воскресе, и там, другое, там, помогать нуждающимся. Ну, как утром, я тут вчера, вот дети, они лазили на этой, и дети, он там, в Слободе, на детской лазерке, и вот там, один слепый, другой снизу, там, ходить, здравствуйте, ну, как-то, да, что, в смысле, там, добрый день, очень хорошо, ну, это нормально, это, это практика не то, что наша, на самом деле, я поражаюсь, когда приезжаю в другие деревни, я иду, во мне все равно что-то городское осталось, а городские, ну, как бы, они там на одной площадке живут, не знают друг друга, я иду просто, смотрю, там какая-то пацанва бежит, добрый день, там, то есть, они даже, как вот, ну, я там, добрый день, абсолютно чужие люди, там, пробежали, и мне это очень удивительно, детей особо беречь, нигде не оставлять без присмотра, не отправлять, значит, купаться, паягоды одних, потому что живем в таком месте, ну, и слава Богу, за 30 лет Бог хранил, опять же, так вопрос обеспеченности, вот, то есть, есть какие-то правила, которые, ну, реально нельзя, чтобы не нажить себе трагедию, ну, вот, детей воруют, там, и все такое, вот. Можно, можно, ну, как бы не теоретически, практически можно это произнести, но, вот я, отец, так никогда не произнесу, у нас на Алтае, только за эту весну, утонуло, ну, не соврать, давайте, я, наверное, не ошибусь, наверное, если скажу 20 детей, я в шоке, за эту весну, там два ребенка, здесь один ребенок, там, как так получилось, вот я сколько лет живу, семь, не было такого, и вот после вот такого, что я, как бы, ну, вижу, я никогда их не отпущу, железно не отпущу, не купаться, только со мной, ну, или взрослый какой-то еще, за ягодами, я же не знаю, кто сидит в лесу, а я знаю, что сидели воры в лесу, вот, поэтому, я так понял, больше ответственности, личная мудрость, а не некое общественное давление, нет, нет, да, абсолютно, это в уставе прописано, ну, как бы, понимаете, как бы еще раз напомнить, ведь, я говорю, что жить в общине, если честно, это жить в подводной лодке, и поэтому многие, как бы, говорят, ну, знаешь, я, говорит, не смогу так жить, вот, а я говорю, слушай, а это, говорю, жизнь в подводной лодке, вот я ехал, в принципе, мне скрывать нечего, почему в подводной лодке, потому что это замкнутое общество, в котором, ну, ты можешь неделю там, например, скрывать какой ты, ну, там, ты супер актер, там, не знаю, у тебя театральная школа, там, месяц, там, два, не знаю, там, через год, может быть, ты все равно где-то расколешься, все равно люди увидят, то, какой ты на самом деле есть, если тебе есть, что скрывать, там, умышленно или как-то, ну, это уже, то есть, надо подумать, а стоит ли вообще туда ехать, вот, то есть, это ты будешь на виду у всех, как облупленный, в общем, и ты должен быть к этому готов, там, и какая-то критика, и что-то случилось там юмористическое, все там ха-ха-ха-ха там над тобой, вот, и всякое бывало, вот, поэтому, ну, вот такая жизнь, вот, но, то есть, есть-то и, там, да это даже не минус, наверное, есть-то большие плюсы, именно жизни вместе, вот, кто получил помощь, бесплатную вещь, деньги, все должен сполна вернуть, если уезжает из Потеряевки навсегда, ну, есть у нас такой момент, что, например, там, корова какая-то ходит, то есть, есть такая корова, так, переходная мы ее называем, приехали, например, кто-то, ну, это я говорю, вот, из прошлых лет, как это было тогда, там, какая-то молодежь приехала, им дают корову, просто, вот, нате вот корову, от нее теленок вырастет, телочка, ну, родится, вырастет телочкой, там, ты потом передашь эту телочку, там, не одна корова, понятно, уже там поколение меняется, вот, ну, это что-то, типа, как помощи, а если ты уезжаешь, да, то есть, ну, естественно, типа, я уезжаю, все, сейчас всех там переколю, там, деньги себе заберу, то есть, ну, так нет, то есть, если ты эту корову брал когда-то, ты верни ее, и все, по сути дела, если человек законит, никаких юридических последствий, нет, юридических нет, понятно, нет, это все, я говорю еще раз, все это на христианском доверии, на совести, вот, потому что совесть первичная, а так ты, ты ничем, не судом, ничем ты там, ну, тут вот написано, под страхом анафемы, отлучение запечатать, жаловаться мирским властям, писать жалобы, опять же, тоже было такое, то есть, любой спор возникший, в рамках деревенской общины, решать между ее членами, вот, то есть, собирать, ты с чем-то не согласен, какая-то неправота со стороны, там, брата, там, и так далее, то есть, ты там, просишь, собираешь собрание, и здесь решается, и тут написано, и только после обсуждения на собрании, можно получить добро на суд у внешних, ну, может быть, какая-то ситуация, которая, ну, как бы, не решить, вот, как-то здесь, а вот, надо, как-то вот так, вот, дают, как бы, разрешение, и все, даже насчет деревьев написано, в околках растущие березы, осины, не рубить, кроме клена, вот, клен американский, у нас, как зараза, мы с ним боремся серьезно, поэтому он не считается, то есть, руби, пожалуйста, если тебе мешает, там, наоборот, ну, он размножается очень сильно, он там все застилает, себя ничего не несет, хотя я собираю кленовый сок, но это, это отдельная рощица, она в лесу, вот, и собираю, там, морозим, пьем, сами продают, значит, с огнем быть крайне осторожным, это вот, опять же, я говорю, что за все эти годы, вот, те выражения, которые закладывали с самого начала, не меняли, вот, там написано, что быть крайним осторожным, там, не зажигать, и все такое, прошло время, просто сделали дополнение, строго запрещается разводить огонь на территории деревни, сжигать мусор, траву, у нас приказ, там, губернатора по Алтайскому краю, вообще, что нигде не разжигать огонь, никакие костры, штрафы, там, я не знаю, кто кого штрафует, вот, потому что сгорают деревни, просто, тем более наша деревня, там, пока пожарка доедет, еще приедет уже к уголькам, было такое, что там горел сарай, вызвали пожарную, реально она приехала, уже все угольки, тут уже все с ведрами уже доливают, и вот они там что-то полили, каждый год, получается, у нас железка проходит, там, ну, если напрямую, три километра, тепловозная тяга, вот, и в период весны, когда сухостой стоит, уже подсохло, там, все, по всей видимости, тепловоз, а и главное, на нашем участке, уклон в городу Барнаула, то есть он там с тяжелым поездом, буксует, из-под низа искры, сверху там летят соляры, не сгоревшие, постоянно происходит пожар, вот, и мы постоянно его тушим. Там, скорее всего, не в тяге дело, скорее всего, проводники и уголь выбрасывают. Нет, 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 это было в это, нет, проводники, это пассажирские поезда, а это вот он тяжелый поезд, он идет, пыхтит там, и он только проехал, все как вспыхнуло там, после него. А можно предложить следующим, вот, не хочу там зачитать, а там, то, что связано, вот там, мы вначале слышали, то, что, с чем он заключил, что это община, деревня православная. Угу. Есть ли такие православные, что это там православные? Так, официальное разрешение, пункт первый. На жительство деревенского общения дается письменно желательно верующим православным христианам или тем, кто очень хочет верить в Бога и чтобы в письменном виде подтвердил, вот это тоже очень важно, что он не будет ни сейчас, ни после говорить неправду. Дается решение на поселение тем, кто подтвердит, что он не курит, не пьяница, не матершинник, не вор. Все поселенцы уведомляются, что каждый строится сам на свои средства, своими силами, умениями. Деревня не помогает при строительстве. В каком-то глобальном плане, вот как здесь, в этой общении нет, у нас такого не было. У нас такого не было. Но в плане... Как? Люди. Нет, нет, нет. Это вообще дело. Я приехал туда, строюсь. Вот я приехал туда, приехал осенью, раз там все, мне там смотрю тележку там каких-то овощей консервации, там кто-то еще что-то. То есть, вот на таком уровне. Чтобы собрались и сварить мужиков и сделали сруб за неделю. Такое есть? Чтобы именно все вместе мужики собрались и сруб за неделю сделали. Я скажу, как это было сначала. Вот, сначала было именно так. Именно я ребенком помню, как мы там самманили дома там у кого-то по костам. Вот сначала мы тебе сено косим, убираем, я там на машине стоял, топтал, потом тебе там и так далее. Сняло было так. Но время меняется сейчас. Например, у меня дом там из бревна тоже. Я приехал, ну кто мне поможет, если никто не рубщики? То есть, я нанимал бригаду там профессионалов, рубщиков, все, они приехали. Как? Могут, могут. Не, не, такие пустяшные моменты, то есть, они даже, нет, это понятно. приходят соседи, пришел к соседям, строишься. Да, конечно. Сегодня там с обеда до трех, я свалил. Конечно, конечно, это когда, когда я строился, много людей прям помогало, да, да, и не только у нас. Какие настроения в этой деревне в общем? Ну, конечно. Дело в том, что потом мне Максим задал в конце вопрос, кто там помогать должен мне. Вот. Ну, еще один такой интересный пункт сейчас, значит, так, 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 право без деятельности, так, без разрешения хозяина, ну, без разрешения хозяина в чужом дворе не брать ни одной вещи, понятно. Бывает, что-то нужное там взял, там что-то оставил или там сказал кому-то. Ну, вот, хозяина нету, как бы. По деревне не разрешается ходить, в оголенном, непотребном виде. Женщины и девочки не должны появляться на улице с непокрытой головой, в мужской одежде, накрашенной в бижутерии украшения. Вот, у нас, еще раз я говорю, деревня, это основывалось, деревня основывалась людьми, у которых, у которых старобряческие корни, вот, и я, в принципе, не против, вот этого порядка, то есть, я, наоборот, как бы за порядок, я за женщину женственную, я читаю, там, каких-нибудь язычников, которые, там, вот, перун, там, все, они, они там, это как-то объясняют, что женщина должна в юбке, там, вот эта энергия, там, снизу какая-то, то есть, даже они дают этому объяснение, вот, ну, а если мы говорим, там, ну, в Ветхом Завете, например, было написано, да, там, второзаконие, что мерзость перед Богом, женщина, одевающая мужскую одежду, вот, и мужчина одевающий, да, и мужчина одевающий, а где, а вопрос, да, ну, по всей видимости, если, нет, по всей видимости, очень, было какое-то разделение, вот, а мне говорят, ну, так это сейчас, там, жинсы, там, например, там, женские, я говорю, хорошо, говорю, покажи мне, вот давай сейчас, прямо сейчас выходим, в город, там, Новосибирск, Красный проспект, покажи мне мужика в юбке, а шотландцы, я говорю, ну, что ты, национальный костюм, который он, может быть, одевает один раз в год, может быть, уже и вовсе не одевает, ну, у них так было, ну, покажи мне, где мужика, там, в Казани, где вот он сейчас будет в юбке, но нету. На папу, на гвинеи, чисто мужская одежда, это, как бы, пирожок такой, вот, вот, сюда, в который вставляет, туковую составлять, и на поиске, вот это мужика, а женская, просто юбочка, из волокна, и больше ничего. Ну, простота. Ну, есть такое примечание, есть такое примечание у нас, значит, там вот, что здесь не это, не пить спиртного, а тут написано, что разрешается только вино по уставу в определенное время, там, два раза в день не более 100 грамм, ну, то есть, там, 100 грамм не 100, но дело в том, что, смотрите, нет, нет, как, смотрите, да, бонусы вот именно накопил, а потом сразу литра два, ведь само употребление вина, это не грех, вино это тоже там, божье создание, сам это Бог сделал, грех-то в упивании, там, Златоуст говорит удовольствие в умеренности, там, и так далее, или что происходит от этого, ну, упивания, вот, ну, и, собственно, тут неотъемлемая часть, и так далее, что, в общем, вот такой есть документ, которым, значит, те, кто основывал, они, помимо, я говорю, вот этой главной составляющей, веры в Бога, значит, служба, храм, священник, вот еще сделали такой регламент, как бы наших отношений, там, такой же есть, ну, не такой же смысл, есть еще устав, также церковный, который тоже регламентирует поведение в церкви, у нас по церкви никто не ходит, торговли нету, мужчины, женщины на левой стороне, мужчины на правой, вот, никто там шум не создает, и так далее, там, соблюдаются оглашенные зыдити. Можно я за вас скажу, как лично свидетель, я был на самом деле поражен, я был на богослужении в Суперяевке, я езду куда, и вот стоят такие дети, там, отдельно мальчики, отдельно все разделены, и вот такие, такие и такие, как стояли, как пнями, а это было вечернее богослужение, оно доберетельное, они как пеньками стояли, так никто не сдвинулся, это к вопросу о том, что некоторые говорят, что с детьми не могут долго простоять на богослужении, я это лично вижу, после этого, я со своими детьми прихожу на богослужение с самого начала, это еще и важно, начиная уже точно в семьях, те, которые поменьше, можно приходить, ну, по крайней мере, я считаю, в городе здесь, к началу, другие верны, то есть вот пеньками все стояли, издвинулся, дело доходило до того, что даже лапки вскочил, где-то не было, а почему у вас дети, все вечернее богослужение простояло, ну, хоть выпустите, а дети простояли, потому что там было много приезжих, ну, смотрите, я добавлю, что это не показатель на самом деле, там какой-то сверхдуховности, нет, ну, у тебя, да, это дисциплина, это дисциплина, ты научился сегодня детей, там, опять же, вот такой небольшой, это не секрет даже, это не секрет, как добиться вот такого, то есть понятно, это работа, которую ты там не добьешься, вот как-то так, ну, сразу, а секрет очень прост, совместная молитва с детьми, утром, вечером, вот и все, больше ничего, ну, как бы там, как, не то, чтобы ничего не надо, надо, вот, но если нету совместной молитвы, утренней, вечерней, ты никогда не добьешься такого, чтобы ребенок там у тебя стоял, так же, он будет там, вот так, все, если ты дома уже к этому приучил, то естественно они стоят, то есть садиться не запрещено, это ребенок, есть какие-то моменты, где там вот веру поют, нельзя садиться, а есть там, ну, что читают там, пожалуйста, там сели, посидели, да, ребенку надо давать, садиться, естественно, это потому что, ну, это ребенок там, и так далее, чтобы у него не вызвать там, и не знать какие-то, я готов на вопрос ответить, главный вопрос, 30 лет общине, каковы итоги, сколько семей живут, их стало больше, или наоборот, был как, или был наоборот, когда-то пика сейчас уменьшилась, и каков религиозный состав живущих там? Значит, ну, с религиозного состава, я просто четко скажу, что, собственно, Игнатий Тихонич и Аким Лапкин, они принадлежат формально к русской зарубежной православной церкви, это очень важный представитель. Максим, 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 я скажу, там, не знаю, как хочешь, как хочешь, формально, я скажу, что они принадлежат к московской патриархии, точка. Все. Вот. Все, Максим, я тебе говорю, говорить можно на эту тему сколько угодно. Так, состав, значит, живет нас там, ой, давайте я не буду грубо говорить, ну, там, ну, не полдеревни, ну, практически полдеревни, вот, как-то старобрядцев, да, там, и вот, новобрядцев, так вот, кто, московской патриархии. Семьи, значит, с детьми, мы одна семья сейчас там, вот, с детьми, вот, прошло 30 лет, мы одна семья с детьми, значит, живет три семьи, которые начинали жить с самого начала, ну, с периодичностью, в год, например, приехала одна, потом вторая, потом третья. Вот, собственно, на вот этих трех семьях как бы все и держалось. Народу было много всякого, приезжали. Человек, бывает, пожил, ну, и по-честному, говорит, слушайте, ну, если честно, я как бы не сюда попал. Вот, ну, а как бы была эйфория, там, были у всех свои запросы. Кто-то даже писал просто, а можно я приеду, дайте мне работу, дайте мне дом, и там, бабу дайте мне, вот, я готов у вас жить. Ну, писали такие письма. Я, я говорю, я говорю по-честному, там приходило. Бабу потом возвращать надо будет, или нет? Я не знаю, не знаю, кто так писал, может быть, какой-то осужденный, вот, как-то больше похоже так. Смотрите, Степаненко, а женщина плохо. Вот, там, тысячу писем присылали, естественно, из них там, два-три как-то рассматривали, и один может быть, а то может быть и вообще, то есть. Я правильно понял, что на постоянной основе, вообще не созданной, 30 лет назад, живет 4 семьи, и только одна с малыми детьми. А теперь кто тут смеялся по поводу сектора? Ну-ка посмейтесь. Это итоги 30-летних деятельностей. Да, это итоги, то есть нельзя, врать нельзя, я для чего сюда приехал, я говорю, любой опыт, хороший, там, Глеб Владимирович, прекрасный опыт, вот, то есть я приехал, вот, пожалуйста, задать человек вопрос, 30 лет мы прожили, что мы имеем? Сколько было пиковое количество? Пиковое количество народа, семей, посчитать. Ну, слушай, ну, было больше, я говорю, было там что-то 25 детей в школе, вот, было больше семей, понятно, вот, с детьми. Я считал, пять лет назад, кучу детей, только одна семья, сама умерла. Нет. А по какой причине? По какой причине? Вы помните, если честно? Все, что будет использовано против вас. Я умру мучеником. Помолитесь обо мне, записку можно взять. Еще одна камера стоит. Причину я объясняю. Давайте я причину объясню так, чтобы, ну, чтобы, например, вот тут вот сидит группа людей, лидеры, которые говорят, слушай, мы, говорит, хотим организовать общины, вот, каждый из вас. Я говорю, ребята, если вы будете поступать в организационном плане, там, не знаю, в духовном, вот, так же, как отец Владимир, у вас пять лет, ну, как-то я вижу здесь другую картину, когда вот, я себя вижу, там, предпринимательными, немножко человеком, когда он мне говорит, что, да, вот здесь вот у нас, вот, неважно там, что там, какие деньги, вот мы вот планируем, там, вот здесь вот построить, там, вот цех, вот у нас там, коптилка, там, еще что-то. Мне это близко по духу, и я понимаю, что этот человек реально думает о будущем, он мыслит стратегически. пускай он как-то там, по колхозам, по динозаврически, там, или как-то, да, пускай он мыслит так, он сам это признает, вот, он говорит, что я не могу, я слушаю Глеба, я какие-то слова, давай, я говорю, своими языками, это скажу тебе, но мне приятно, что он об этом думает, что было у нас, никто об этом не думал, все было заточено на одного, вот я сейчас вам говорю, вы хотите организовать, если вы будете, если вы будете делать, если будет все заточено лично на вас, а лично на вас, это, то есть, это секта, когда вы лидер, когда чужое мнение не приемлется, вот ты мне что-то говоришь, ах ты бесноватый, молчи, видов тебе бес, фильм хмель, помните, как советская власть просмеяла, он вошел, он вошел в разных, не этим сказать, милучку, милучку, погоди, нет, момент очень важный, смотрите, смотрите, вот вы это и сказали, вот смотрите, у нас надо было случай, недавно один случай был, когда у нас один из общины ответил человек, который хотел помочь, общение сказал, нам это не надо, сказал от себя, ни с кем не посоветовавшись, для нас это взрыв, как он мог себя назвать Николаем вторым, как он мог сказать мы, ни с кем не посоветовавшись, может быть просто как-то необдуманно, резко так, и это свидетельство, думать-то на, вот нам все, пользу на этой штуке надо, да, ну вот, поэтому, у нас, так и не может быть, у нас другая вещь, у нас, поэтому, не раз, полгода, два раза в год, один раз в две недели, два раза в месяц, собирается брать, и мужчины, главы семьи, решают все, может быть, и поэтому они, и будущее смотрят, это не я, я вообще не будущее смотрят, они решают, или принимают, или не принимают, и в данном случае, мое мнение, было не раз такое, вот на последний случай был, когда я предложил, в общину предложил, а может быть, кандидатский срок не год, а два, вот здесь показ, я косвен, так, мне было так ответственно, мы уже это решали, возвращаться не будем, будет год, точка, поэтому, здесь вот, в городе нет, и вы не стали, и вы не стали бунтовать, всех там, анафемий, очень важный принцип, мы помним, слово Господа, два, три, воимый яс из них, если у вас высыхает разногласие, мы стоим молимся, и потом голосуем, и большинство принявших решений, это голос Господа, все стали замолкают, и тем они поднимают, это ответственность. Понятно, это хороший опыт, я говорю про то, что, да, про то, что если, каждый, вот лидер, да, будет там, вот, такой там, у каждого свои таланты, все, и вы себя считаете супер, там, супер, но, ну, понимаете, а тут, я просто говорю, что вот, если вы, как бы, все, вот считаете, что вы самые, вы все понимаете, вы самая звезда, там, то есть, эта дорога в никуда, вот он, я живой человек, ну, я живу 7 лет, но по факту, я говорю, я восстанавливал эту деревню, это все при мне было, я все это знаю, и, ну, когда я приехал сюда, когда я приехал сюда, мы тут поговорили с Глебом Владимировичем, вот, и он мне, ну, сказал, что, короче, как бы я попал в ловушку, вот, что это очень хороший урок для меня, вот, в течение вот этих 7 лет, и то, говорит, это, ну, очень мало, тебе повезло, в общем, вот, поэтому, ну, что я, что я не просчитал, не просчитал некоторых моментов, я их реально не просчитал, потому что, ну, это просто моя родина, и вот я туда приехал, и я где-то мысленно на себя, видя все, мне это дорого, вот, дорого, ну, там все дорого, вот, и я, как бы, со своими молодыми мыслями, какими-то идеями, вот, ну, как-то пытался, не пытался, я даже хочу, вот, но, пытался что-то там, как-то сказать, предложить, вот, соответственно, там, в общем, не все так просто, вот, получилось. А по составу, говорит, идет, на тобой, три семьи, это старый обряд, а новый обряд, и старый обряд, три семьи, которые, вот, они были, нету смысла говорить, наверное, за бабушку, там, за женщину, которая одна живет, да, там, ну, вдова, например. Вот, всего человек сейчас, круглогодично, с моими детьми, там, что-то 22 или 23, 22, по-моему, вот, проживает, 10, 10 дворов, по-моему. Сколько молодых? Молодых? Мы про семейных говорим, или нет? Ну, про молодых, сколько детей, и сколько людей до... О, да нет, это что за... зачем? Ну, молодых давай там до 30, например, те, кто там живет. Да, молодых, ну, вот, наша семья молодые, там, брат мой младший, например, тоже не женатый, и вот там племянник, вот и все. Вот, если мы говорим до 30, все, и вот эти вот три, три... Никита племянник, значит, три семьи, у которых, вот, слушайте, вот он говорил, он говорил, нереальные вещи, вот на самом деле, мне это очень близко, в том плане, что выросли дети наши, вот она, я же, вот пример, еще раз говорю, выросли дети наши, все там, строго, все ходили на службы, стояли, как столбики, там, все, вот, отучились там, и все, вот, и я столкнулся на примере, когда, там, не знаю, там, жена-ненавистник, не жена, ну, что, там, мамаши в это выпирают, и когда я сказал, это неверующему человеку, там, другу нашему, он говорит, слушай, так, взять бы ее бы туда бы, в город, пускай она поедет сама, там, поживет месяца два, чего вот она его, ну, выперла, пускай она поживет, там, поест на эти 10 тысяч, выжить, вот, понимаешь, и, вот, эта великая беда, когда, когда не готовили заранее, вот, эту правильную стратегию, чтобы, экономическую, да, чтобы детей, оставлять здесь, чтобы детям показывать, что, смотри, как круто, я сколько заработал, круто, я молодежным языком говорю для них, вот, я здесь столько зарабатываю, мы планируем сейчас еще там что-то, вы здесь будете зарабатывать столько, так, это намного больше, чем там в городе, эти все 50-70 тысяч, там, не знаю, сколько там, они будут все у тебя оставаться, ну, например, мы не отгораживаемся от мира, да, там, и я там тоже, где-то там что-то покупаю, в магните, там, вот, но, у меня там какой-то костяк еды, это мой, там, у меня есть козы, там, сыр, там, творог, молоко, яйца, там, мясо, там, вот это я все свое ем, это что же, извините, можно слово, сестра, чей ребенок, она прямо в грязи купается, я не могу, вот у деревьев, дети все наши, да, обиделся нас, дети под присмотром, а тут, надо забейте из грязи, вот, ребята, поэтому вот, сложилась такая ситуация, что прошло 30 лет, картина весьма печальная, в которой нет, можно сказать, будущего, и вот здесь я, как бы, немножко его поддерживаю, Максима, в том плане, что мы православны, мы надеемся на Бога, но Бог ничего не делает, что там, вахтом у тебя машина стоит, но не бывает такого, ну, было там, всякого, чем может быть, но, Ветхий Завет знаю, что стоял Илья, там, гром, все, сожглось, сейчас Бог делает все через людей, вот я, спаси Христос, вас, вот, спасибо, что вы пригласили, что Глеб Владимирович приехал, мне так приятно, мы пообщались, а зачем мы это сделали, чтобы обменяться, включая во слово, что, надеясь на Бога, хотим и сами не плашать, еще раз, ну, там, простая пословица, что подлежать чеками ничего не течет, еще раз говорю, Бог не даст никого, там, а вот у нас там, какие-то... потому что Бог, смотрите, Евангелие, в четырех Евангелиях об этом сказано, и вот Евангелие от Луки сказано именно вот так, что, как раз про эти, про таланты, что зарыли, во всех Евангелиях там, что, а у не имеющего... отнимется, значит, отнимется, 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 там что-то отнимется, в общем, сейчас не помню, от Луки, именно написано, что отнимется, и то, что он думает иметь, то есть не просто у тебя отнимется, у тебя этого даже еще нету, ты даже об этом не думаешь, у тебя это вообще все отнимется, зачем тебе Бог будет давать там миллион, если ты с десятьми тысячами реально ничего сделать не можешь, то есть не можешь же как-то аккумулировать, воплотить во что-то, само богатство-то, это не грех, Господь не за это людей обличал, а то, чтобы оно не захватило твое сердце, и это не было как именно средством там, твоим, ведь мы знаем, сколько... я скажу про старобрядцев, вот, до революции, они были там этими промышленниками, меценатами, например, раз там что-то, что-то у него есть, он организовывает школу, больницу для своих работников, то есть это вообще здорово, да пусть будет таким больше. Помогают там как-то, вот, кто сегодня знает, ну, такое модное слово, бутик, ну, бутик, а, знаете, да, просто, что это был старобрядец с такой фамилией, который, значит, продавал где-то, ну, там что ли в Европе, не знаю, меха дорогие, качественные там, ну, что там, шубы или что-то, вот у него была фамилия бутик, все, и отсюда пошло, что там шубы стоит, или что-то, это бутик, то есть, это что-то крутое, такое там, качественное, вот, вот, помогали, работали, кораблятцы, его, очень богатыми, имели, и много дела делают, частые революции, февральскую сделали свои деньги, молодцы, помогали, да, помогали, очень, Дома, которые у вас пустые стоят, да, нет, то есть, там животные, не, 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 ну, в смысле, вот он просто дом стоит, вот я приехал там, мы приехали, моя семья в один дом, он там засыпуш, ну, как, да, опилка, опилки, вот, засыпушка, в общем, и, то есть, если этот дом, за ним не следить, естественно, приходит негодность, даже мы жили, и то я там что-то подделал, то есть, сейчас, по идее, там надо кардинально что-то переделывать, вот, мы сначала приехали, босиком ходили дома, потом, бах, там, ну, зимой, потом, бах, там, холоднее стало, там, и вот так каждый раз, это, все как бы ухудшалось, и ухудшалось, нет, у нас там, вот, значит, и последнее, наверное, скажу, что, ну, как это я, да, как бы, ну, это я так, образно, образно для православных говорю, что, ну, исходя, мне там 38 лет, опыт, маленький, просто я это назвал так, вселенский обман, в том плане, что, если, например, мы будем говорить, что мы думаем о будущем, или там, да нам Бог поможет, ну, вот о чем мы говорили, а мы это не будем делать, зачем мне говорить духовными, какими-то вещами, да вот, мы там о Боге думаем, когда, ты себе по-честному признайся, что, тебе надо три раза в день поесть, прокормить семью, и у тебя машина, тебе ее надо чем-то заправить, денег, подожди, 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 когда у меня денег нету, там, на бензин, или у меня там, крылья ржавеют, а я буду, да нет, там, это вот, мы вот тут, мы вот тут вот собрались, для того, чтобы, вот, нет, мы думаем только о духовном, ну, зачем такое вранье, как вы думаете о духовном, когда ты, у тебя голова, это, православный, вот так вот, я просто вот так, чтобы никого, не видели, ну, а я, я говорю, у меня жизнь там еще, немного вроде прожила, а я вот говорю, делюсь опытом, что вот, мы такие, значит, высокодуховные, мы, вот, Глеба, это вообще, вот он, зачем он здесь нужен, потому что, у нас только духовные, понимаете, нам он не нужен вообще, потому что, ну, я говорю, слушайте, я сейчас не отношу это к вам, я еще раз сказал, я говорю это из своего опыта, я просто говорю, не наступите на те же грабли, потому что, я это называю, вселенский обман, да, ты будешь там верующим, все, ну, ты отдавай себе отчет, апостол Павел шил палатки, я говорю, вот этими руками послужили мне, последний там стих, деяние апостолов, или предпоследний, что и вот он жил в доме там, у римлян в доме, то есть он платил это сам за аренду, ему никто не подавал, он не ходил с протянутой рукой, дайте мне, а вот если бы мне кто-то дал бы там, он сам это работал, поэтому не надо здесь лукавить, лукавить в том плане, что мы такие православные, мы такие высокодуховные, мы о земном не думаем, такие человеки, вот как он, куда он ушел, они нужны, если ты сам не можешь, если вы не можете, я не могу, прекрасный человек, чтобы его позвать и структурировать у себя систему, мы его и позвали, вот, вот, то есть, для этого он и здесь, вот, там нужен какой-то, ну, нужен какой-то другой человек, что-то там, я не знаю, сделать там, что-то, ну, не знаю, что-то сделать, так ты позови специалиста, вот, и он тебе сделает, там, научит тебя, и деньги, деньги все равно, я говорю еще раз, надо зарабатывать, а как-то семью содержать, как творить добро, если я говорю, у тебя денег нету, бензин залить, там, человек там, больной какой-то, и ты не знаешь, как его отчасти, понятные всем, понятно? Нет, очень, очень, я, непонятно, но я не буду называть фамилии, список, я просто говорю, что есть такие, все фамилии. А вот этот вопрос, когда конкретный, скажите, кто считает, здесь присутствующих, что, надеясь на Бог, самим делать ничего не надо, уже больше? Да нет, вы, сейчас, я говорю, такой момент, там наши лекторы говорили, так, что поднимите руки, вот, поднимите, пожалуйста, руку, кто вообще глубоко убеждает, что ничего делать не надо, только поднимите на Бог, и Бог сам все будет с ним молить. Главное молиться, главное молиться, ну-ка, я знаю, не главное, нет, единственное молиться, а тогда, есть такие, кто, можно мой вопрос, кто считает, что ничего не будет делать, Бог сам все будет подавать? Я знаю таких людей, как он говорит, брат. Вы знаете, я говорю, здесь присутствующих, нету, тогда вопрос на другой, про молитву, кто считает, здесь присутствующих, главное, что молитвы, это не главное, в деле христианина. Есть такие, что молитвы не главные? В смысле? Молитва не главная? Молитва это не главная Да, молитва это не главная Один Потому что я отвечаю по слову Божьему Максим, я вам потом могу сказать как у меня Я отвечу Бедный юноша, пришел богатый юноша Он говорит, что мне нужно спастись Первое, что Господь сказал Исполни заповеди Богатому юноше Который молился? Уже молился Почему Заповедь не сказал Не поклоняйся Идову Христосу Потому что время это уже Он еврей подошел Он уже это не совершал И он молился неоднократно в день Он в лице юноши Говорил это всем И получается Со слов Христа он говорит Начиная с шестой заповеди Простите, с пятой Христос Четыре заповеди Закон Моисея не имеет никакого значения Если буквалистически Понимать Евангелие По вашему Почему это не имеет Вот именно почему А он не сказал Он сказал Он сказал Он не говорит Не юноши Чти только одного Бога Непонимает Евангелие Соблюдай с субботу И больше тебе не признасти Почему он не назвал Ни тот ни другой Почему не назвали Почему так часть Христос убрал Почему юноша Часть убрал Заповеди Потому что юноша Он уже был Из народов Которые уже соблюдались И поэтому Он был из народов Которые им молились каждодневно Поэтому на год И не говорил с ним Это же понятно Он сам себе Ему не хватало Христос Я к чему говорю Я вот о чем говорю Вот и Максим говорит И я это вижу в Лаппинске Там протестантское строение Буквальное отношение к Библии Поклонение букве Как идолу в Библии Да-да Мы ненецкие человеки А надо дух видеть Мы ненецкие человеки Да-да-да Я прошу прощения всех Но я отправлю назад Так же дорогие сектанты Слово для вашего взгляда Слово для вашего взгляда Но мы не хотим быть в вашем семье Не-не-не Мы сегодня для этого собрались Я просто еще раз вот это вот сказал Не для того чтобы Может быть здесь Это прекрасно Что у вас Ну хоть мысли или как-то Именно вы думаете правильно Что вот Не так как я сказал Я просто говорю Я еще раз говорю Я поделился своим опытом Вот и все Потому что А я знаю таких людей Вот вы не знаете Ну и слава богу там Или например если человек попадется А вы там своей жизнью там как-то скажете И просто я говорю Что ну не обманывайте себя Вот Тебе работать надо И А ты вот работай там Так не петры Что не работает То да Это понятно Да кто не ест Или там например А ты вот работай вот там Вот мой дед там Мотыгой работал И ты тоже мотыгой работал Да эти модели уже не работают Они все уже Они остались там И поэтому если Ты христианин Сегодня не идешь ногу со временем Опять же не про то что Ты должен там Как-то деваться И мы сейчас не про это Говорю вот про то что Глеб Владимирович Про эту схему управления И так далее Для того чтобы выжить Как общение Вот это вот Просто оно Идеальный подход Идеальный подход Вот смотри Что такое Она была тоже придумана В свое время Он был прорывом Понятно Это тоже было На антихнологии в свое время В свое время Конечно А когда сегодня Поэтому И когда Адам пахал А я его прияла После рая Они начали процесс Который необходимый В котором мы сейчас Сами живем И против ничего не имеем То что говорил К чему и пригласили Господина дорогого Друга Товарища Глеб Владимирович Он начал с господина Да Да И господина Вот он за границей был Что Он правильные вещи говорит Но только мы говорим Мы здесь говорим Не против этого А вот я про себя говорю А то что Золотую семью надо найти Не вкасть в ту и другую крайность И на Бога надеяться И саму не плашать Ну и то же самое По другому тоже Саму не плашать Но на Бога надеяться Всегда Да И то и другое акценты Как западь Бог говорит Западь о субботе Седьмой день почитать надо Да там не об этом же заповедь Это в конце заповедь А в начале Шесть дней делай Ну да Если так сначала Да Значит о чем? О празднике О работе Шесть дней делай Хочешь или не хочешь Иди и делай Шесть дней Работай Так Поэтому Мы не можем На Бога надеяться И ничего не делать И заповедь гласит Шесть дней делай В поте лица своего Вот именно В поте лица своего Ну в поте лица Я так понимаю Что это образное выражение Потому что Я говорю Вот разный может быть Да Слушайте сегодня работы такие Как бы там Можно? Очень важное дополнение Мы обмениваемся Конечно 15 минут до ужина Смотрите Очень важный момент Вчера мы сидели в кулуарах И я говорил о проблемах на приходах Дело в том что В церковных общинах на приходах Люди на самом деле Собираются не ко Христу Это проблема Они выбирают себе психоподобного Их психологии Мышления пасторя Владимир Валентинович так этому сопротивлялся Это не нужно Не нужно Потому что это неправильно Фраза изначально Где вы увидели В приходах Обхина В русской серии Обхина Я закончу Очень важный момент друзья Люди выбирают себе пастырь Который соответствует умонастроению Это очень важный момент Уэ И я могу сказать здесь Вижу чисто И вот я смотрю Секта Протерея Иоанна Она так и есть Секта Протерея Сергия Секта Протерея Владимира И к сожалению так и она и есть И вот обратите внимание Произвиниться То есть Смотрите На самом деле Правда такова Что вы здесь собрались По определенному психотипажу Который нравится Именно вас Отец Владимир Сейчас Секундочку Секундочку Смотрите Что получается Вот мне говорили Вы должны себя По другому вести У апостола Павла Есть такие слова Разве там Он правда говорит Разве глаз говорит Руке Ты должен быть таким Что здесь происходит Мы разные члены Говорит Писание Зачем По своей сути Я полагит Я миссионер У меня определенная задача Оборона Защита Проповеди Это необходимая часть служения По своей сути Я являюсь зубом Если говорить об этом Я очень жесткий И попробуйте Какому-нибудь Волку Напасть на стадо Христова Потому что я Как миссионер Апологет Должен грызть зубами Без обид И вот тут мне А вы привыкли К этим губам Вот В этом кстати А как же с Эллином Я или А вот теперь секундочку Вы сейчас Я ловлю Дайте закончить мысль Друзья мои Дело в том что Очень важный момент Когда вы Подбираете себе любви По психотипажу Получается вот что Вы выбрали Головина Приходит Степаненко И такие Степаненко Как я Зазываются отвращения А Степаненко появится И все Так вот что получается У вас получается Психологически Однородная Минучку У вас получается Психологически Однородная Община Которая Эволюционно Эволюционно Невыживаемо Потому что Очень важно Что в общине Были Разные люди А вот Вот это у вас К сожалению Есть И это же проблема Вообщине у Лавкина Эмоционально Одинаковые Люди Там заточены Под Лавкина Здесь увы Заточены Под Головина Без обидки Вот вы Этого То что заказал Можно сказать Да Максим у нас нет кумира Ну по моему Вы хотите быть кумиром Я сейчас тоже скажу Смотрите Один психотип Один психотип Люди У нас сейчас В общине Получается Шесть Общинников Одна семья Кандидатов Все разные Все абсолютно разные Ни одна семья Не похожа Попробуйте с ним Попробуйте с ним Пожить Вот рядышком Вы знакомы По большому счету Только со мной Я вам вот Не то что как бы Ну Да нет Нас объединяет Нас объединяет Только православие Нас объединяет Чаша Вы бы собрались Где-нибудь В другом месте Но вы собрались Он сказал Он сказал Именно про характер Не обманывайте Не обманывайте Вы собрались Вокруг Кроме нам А не вокруг Какой-нибудь Предберегии Все раз Да Подождите Давайте Мы опять Уходим Один вопрос Вот Мне кажется Можно дать С девушкам Ну можно С девушкам Мне кажется Самая идеальная община Которая возможна Реально На земле Я не буду На земле Самая реальная община И однообменный Телефрикот Это Малая церковь Семья Это самая идеальная община И мини община Это семья Хотя она может быть мини по-разному И два человека может быть А может и десять Семья И теперь Ну хоть так мы говорим Я так слышу Я так понимаю Значит так Вот у нас Двое молодых красивых людей Денис И Как Людочка Да Вот Вы решили стать мужем и женою Завтра будет ваше венчание Это потому что Вы слишком разные Они сказали Не похожего на себя Во всем противоположном Себе Только поэтому Стали вместе У вас что-то общее есть? Есть Все Я у них вопрос Они обманывают Подобные Притягиваются к подобному Никогда Притягиваются к подобному Сама обмана лицемерия Подобные К подобному У нас Женщины Лицемерия Как современными словами Не знаю Мой имидж Мне так хотелось Я однажды увидел У казаков Сапоги Вот И Когда я приезжаю с продуктами Куда-то где-то продаю И там недавно Ко мне подходят Парни молодые Не пожилые Слушай Какой у тебя классный Маркетинг Вообще Нереальный Слушай Ты крутой чувак Давай нам что-нибудь Просто подходят Молодые парни Ну и мне так Ну как-то где-то Конечно так приятно Просто вот я такой есть Мне как-то Мне нравятся сапоги Я люблю так Ну выезжать там куда-то Я не хожу так в деревню Это как бы Ну типа праздничные Вот То есть я могу там И кроссовки одеть То есть ну вот Я как бы такой Это Это Может быть грубо Но это элемент какой-то проповеди Вот смотрите Какие-то девушки Или парни Идут там В этих там Парень например В кольца в каких-то там Девушка там полуголая Они это демонстрируют Им это не стыдно А почему я должен Почему-то мне должно быть стыдно Ну как правило У там У молодежи Это то что было Вот ну как бы исконно наше Вот ну немножко В таком виде конечно Это европейская рубашка Джинсы Ну уже у кого-то Появится вопрос например А люди как правило видят О Проходят мимо О старовер Слушай давай ну берем Он еще не покупал Подходите я точно говорю Вообще классно Вот тут у них можно брать Вот И сразу все и точно не ошибаются Не говорят О ты католик Нет Никто такое не говорит О ты там баптист Да Просто хочу сказать Что у нас на шлем Очень много дьяконы Молодежь В той среды из которой Я приехал Брат Алексей Извини я просто опять наберусь наглости Подожди Меня сейчас Меня должны сейчас увезти Я к сожалению уйду Сестра задала очень интересный вопрос Разве миссионер не должен объединять Вот Вот к сожалению Вот к сожалению Это как раз вот очень интересный заблуждение Что Господь сказал Не мир я пришел Но меч Сестра на брата там На родителей Следующий очень важный момент Следующий Следующий очень важный момент Апостол Павел говорит Наша проповедь у эллинов что Скандал По своей сути А именно там Дословный перевод скандал Вот Теперь Теперь Следующий вопрос По поводу объединения Друзья мои Что такое миссия На самом деле Миссия по своей сути Является управляемой конфликтом Вы понимаете что это конфликт А я объясняю А я объясняю почему это конфликт Я прихожу к язычникам Они не веруют в Христа Я проповедую И что происходит Есть Сталкиваются Сталкиваются Два мировоззрения Языческое и христианское И в голове у людях Я как миссионер Обязан вызвать конфликт И есть два варианта Либо Язычники Принимают Веру Либо Меня убивают И так же происходило С апостолом Павлом Поэтому Миссионер Никогда не Аплодируйте Аплодируйте У нас нет возможности Убить Дорого брата Максима Мы принимаем Мы Я третий раз приеду У меня точно Убить 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 То есть сначала У меня тут Были комплименты Да какой молодец Это первый раз Второй раз Уже начали это А третий раз Поверьте Я приеду с такой беседой Это Гордыни Уже Гордыни Уже Гордыни А когда говорят В такой форме глагола Так Только так Ты не прав Ты идёт Ты не прав Это и есть Все Ну так говорят Гордыни Мне не о нём плохо Он продукт эпохи Системы И так далее Все они идеальны Но есть вопрос К докладчику Можешь ли ты Алексей В течение двух минут Очень кратко сказать Тезисно Кроме того Почему ты Старобляет Не потому что Кроме Если скажешь Просто потому что У меня предки Ну как бы Ну ладно Мне думать Что-то глубже Почему ты Я скажу Не в новообрядной церкви Например А представьте Что я родился В Иране Ну я был бы мусульманин Но сейчас Но Но Сейчас Это я чисто человечески думаю Вот есть такая Прекрасная книга Её написал Набиль Куреши Или Куреши Не знаю Называется Искал Аллаха Нашёл Христа Мусульманин Чистокровный Там это лух Прям вообще у них это вот И Как он Искал Аллаха Вот именно Как бы мне его найти Как бы мне выучить Коран И в итоге Как Бог Бог то видит всё Какой человек Бог знает И Бог его постепенно Мусульманскими штучками Привёл к себе Это просто невероятно Вот Обычно Ну когда говорят Да вот я перешёл в христианство А кем ты был Ну например Сектантом каким-то То есть ты ничего не делал Потому что представляется Просто так же получил Бог сам Ты кстати говоришь Что бы даже что-то делать А ты ничего не делал Просто полон получил Ну нет нет Это я говорил Насчёт там зарабатывания Что касается здесь Вы может быть У меня пытаетесь Как-то промысл божий Ну вот я родился В этой семье Вот А если бы я родился В другой семье Может быть Господь Ты мне как этому набилю Может быть дал бы там Ну-ка вот там Поезд какой-то Мне чего-то бы не хватало Я пытался бы читать литературу То есть это Господь Ты считаешь Тебя привёл И воспитание Сам ты над этим не думал Не анализировал Вот как некоторые люди Пришли во взрослом возрасте Сознательно Он говорит Я пришёл У него есть там Кто-то говорит Что ты должен знать минуту Секунду Час Я с этим не согласен Я говорю У меня там вера апостола Петра У него бабушкина вера Он там всю жизнь Не апостола Павла там Свет осенил Он уверовал там Он чётко может назвать день Нет Как бы да У меня бабушкина вера У меня родители вот Воспитывались таких Я всё это видел Только воспитание Отец Отец Потому что Ну какой смысл Учить ребёнка Ну это все же знают Чему-то А если ты сам это не будешь делать Самое лучшее воспитание Вот как делали это родители Как мои это деды делали Там бабушка Как она там всю жизнь С этим сканонником Сидела Мама как с нами С ребятишками Ездила в храм постоянно Естественно не хотелось Естественно не хотелось Естественно не хотелось Пришло время Когда я пошёл в армию Я служил в президентском полку И какой-то период времени Там два или три месяца Значит там организовался Почётно-кваллический схор Путин взял его себе Вот И там была часовня Часовня Московской Патриархии Вот И когда проходили отбор Сидит там майор или кто-то А о моём вероисповедании Знали Там меня вызывали Всё Говорит С конями имел дело Я говорю Ну и ездил в деревню Ну всё Поедешь сюда Такой так верующий Там на территории Есть церковь Там поп Будешь там на кухне Просфоры печь Всё давай Я такой думаю Ничего себе Что это за служба Просфоры печь Как это Вот А потом я к чему-то говорю Что там два или три месяца Как бы я не был в храме У меня такая тяга Мне так хотелось Я там заболел Приехал местный священник Туда Там службы не было Просто что-то по делам И вот я туда зашёл А мне говорят там Батюшка приехал там Типа сводить его Ага Ну старослужащий У меня там слёзы там на глазах И всё такое Уж не знаю чего Там как-то вот Ну может там Не знаю что Так вроде всё нормально было Не то что там кто-то обижал меня То есть Потом уже появилась Внутренняя потребность Если ты ребёнка Ничему не учишь Если ты На грядке То есть на грядке мы понимаем Если мы не посадили там В мае огурцы То нам нечего искать То есть это мы понимаем А с детьми получается Ну ничего не делаем Ну как бы Чего же он такой вырос Если я что-то в него сажу Это ещё не факт Что он будет Ну там Каким-то Ну у меня есть два варианта Что он либо будет Либо не будет У меня хоть два варианта есть Или например Он там Вырос там Ну стал уже сам решение принимать Там ушёл куда-то Но после тридцати лет Нахватав Как тот блудный сын Шишек Он знает куда к тебе Он знает куда вернуться К Богу Он вспомнит Он там что мы молились Там потом всё равно Господь его приведёт к себе Ну вот А если ты не молился Если ты его в храм не водил Там как-то это Ему испоминать нечего будет Аплодисменты Ну Аплодисменты Это не так Аплодисменты Аплодисменты Продвигать наш продукт Чтобы наши клиенты Видели Ну как мы живём А потом это вылилось Нечто большее То есть Непроизвольно Вылилось то что Я где-то там О слове Божьем напишу Чуть-чуть там То есть Я как бы Не сторонник вот этой Навязчивости С праздником Поздравлю С Пасхой Стих из Библии Пришла Мария Христос Воскресе Это тоже проповедь Это тоже проповедь Вот И стали показывать свою жизнь Вот мы такие Во-первых Для тех кто собирается Что я тоже И ничего не умел Вчера Или когда мы вечером Тоже вот Будучи вместе Такое несоответствие По моему Вы сказали Что там Вот мы сидим На икеевских стульях А вот я дом построил Я говорю Я в квартире жил Безрукий Вот И дом построил Построили мне люди А например Лавки дома Стол То есть это все у меня есть посты Там я сделал сам Это не икеевские Кровати у меня Там пеньки такие Спиленные Там стол пеньки такие Спиленные там Как я это видел Ну и как бы это Мне интересно Что я безрукий И у меня было желание И я как-то раз Это и сделал И вышло это неплохо У меня там Деревянная раковина Ну как вот пенек Если его напополам распилить Покрытая там этой смолой Ну я консультировался Там самый страшный момент Был покрытие Ну вот И сейчас все когда видят Оху это же столько денег стоит Я говорю Да ну просто мне захотелось сделать То есть вот как бы ну Каждый может там Если вот переехал Ты в себе откроешь Таланты какие-то Таланты в любом случае Открываются только через поезд Неправильное утверждение Что да Талантливый только Моцар Там или Бивальди Бог каждому дам Как минимум один талант Как минимум Как минимум Все сиди бездали Я с этим не согласен Леша По поводу общины Вот все-таки Есть Какое-то будущее Все-таки Видишь Какой-то путь дальше Этих 30 лет И вот Твой приезд туда И Ну вот Какой-то Формат После 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 двух вечеров с вами Я понял Что там нет будущего Вот Но Секундочку А Как бы Ставя запятую И все-таки То есть Я приехал туда Это не было что Там О, кто-то давай там поехал Я-то верующий человек Я еще раз говорю Вот то, что мы здесь шевелимся Что-то происходит А над всеми Бог То есть Когда у тебя что-то случается В любом случае Это Либо Бог допустил Либо Он тебя наказал Но в любом случае Все это По Божьей воле происходит И плохое и хорошее И я Расценив просто Вот И поэтому Плохого нет Плохого нет Плохого нет Потому что это Божий план Ты же не знаешь У меня там колесо прокололось Ух, что ж такое А оказывается Что меня там могли бы сбить Или еще что-то Ну вот Утрированно И когда я приехал туда Я бы просто все так складывалось Что Пришла какая-то мысль однажды Что я уверен что это Ну как-то Божья помощь Божий промысел Что именно туда приехать Чисто В таком Финансом В экономическом виде Сто процентов Глеб планировал прав Что Будущего нет Будущего нет Почему Потому что Все Не было стратегического Планирования То есть Все сделано не так Все как-то В итоге Я понял Что это и не община Вовсе Потому что Человек задает мне вопрос А я не могу на них ответить Или там Он говорит А как это у вас А у нас это так Какая же это община Ну как бы Ну как бы Вот Вообще Знаешь еще какие-нибудь общины Ну Вот Быстро Сохранить Все Есть те общины Какие-то Неизвестно Да Да Все таки я понимаю Слово община Именно Вот Понимаете Когда вот Говорят иногда Ну ладно Чтобы никого не видеть Ну в храмах в Москве Вот у нас там община Ну или как-то Не знаю Я просто привык Видеть общину Что вот-вот И например Если там будет у вас храм Или там завтра Пойдем куда-то Не знаю Сколько человек Просто тут приезжие Что например Человек там 20 Или общинские Они точно ходят туда Суббота Воскресенье И вот это вот Вот это община А когда это Ну типа Да у нас община А кто За что отвечает Сколько народу Ты знаешь сколько В общине народу Ну вот Примерно там как-то То есть я не понимаю Как это понять община Вот даже вот у нас Ну просто как закрыто общество То есть Хотя бы намерения Какие-то общинские Какие-то задавки Все-таки были Они есть Ну я могу сказать Да что это вот Ну община Ну хорошо как бы Неправильно Вы спросите Именно община Но вот это люди Которые стремятся К жизни общины Все-таки Что вы говорите Это наверное Там больше Там больше Знаешь как там больше Связана община Именно как церковная То есть сначала Как церковная А если вот у них есть церковь В деревне церковь Ну это как бы Уже подразумевается Что мы уже община Потому что мы между собой Общаемся Вот Но Опять же Как бы Ну Мы живем Идеоналистами Как нету каких-то Общих там правил Может быть целей Потому что они есть Ну то есть Храм Это вот То что объединяет Да Когда говорится Слово Именно община То это наверное В первую очередь Там храм И вот Священие Это Суббота Воскресенье В храме Это община А все остальные Там пять дней Каждый сам Ну они как Ну они общаются Как-то взаимно Не то чтобы там Я тебя не знаю Мы на одной площадке Нет Общение происходит Вот так же как и в городе Общение происходит Но Я просто так понимаю Взаимоотношения Дальнейшие Есть какие-то Они в дальнейшем Как-то Они не теряют Работают вместе Соборность Проявляется В чем Кроме Литургической Жизни Да Безусловно В помощи Работа Где-то вместе Она Доктор работает У меня Дети Ну там Как-то прийти Послушать Посмотреть Учитель Это есть Безусловно Я просто Я говорю Что именно В таком виде Опять же Может быть И где-то есть Вот именно В таком виде Как у нас Знаешь Какой-то устав Именно для меня Это община Что это люди Где-то все вместе Чтобы они жили Ну это я так понимаю Какое-то может общее дело Какой-то у них Или там Ну вот Как-то там Так Ну что Все Благодарю всех Поехали Поехали Спасибо 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 Спасибо